Это видео с камеры наружного наблюдения. На нём отчётливо видно, как внедорожник штурмует лестницу, ведущую на смотровую площадку возле Дмитриевского собора. Вот что стало со ступенями после ночного инцидента. Они раскурочены и больше напоминают пандус. Чтобы вычислить хулигана, полицейским понадобилось два дня. Судили водителя не по уголовной статье за вандализм, а за нарушение правил дорожного движения. Была установлена сначала владелица транспортного средства, которая пояснила, что данным автомобилем управляет её бывший супруг. Данный гражданин впоследствии был задержан. В отношении него составлен протокол об административном право нарушении за оставление места совершения дорожно-транспортного происшествия в нарушении правил дорожного движения. В ту ночь за рулём внедорожника Митсубиси Паджеро находился Илья Нарихин. 30-летний владимирец имеет двоих несовершеннолетних детей. По некоторым данным, это не первый его серьёзный проступок, и он уже мог находиться в местах лишения свободы. За езду по лестнице ему грозило лишение прав на полтора года или же административный арест до 15 суток. Свою вину в содеянном обвиняемый не признал. Причину поступка объяснил следующим образом. Управляя автомобилем Митсубиси, приехал к Дмитриевскому собору. И увидев, что у собора установлена бетонная лестница, решил испытать свой автомобиль на проходимость. Направил его на лестничный марш, заехал на смотровую площадку, развернул автомобиль. Съехал вниз на дорогу по газону. За штурм смотровой площадки по бетонной лестнице Нарихина арестовали на 8 суток. Именно такое решение вынес мировой судья. Срок наказания исчисляется с 1 июля. При желании хулиган может обжаловать решение в Октябрьском райсуде. Что касается самих повреждённых ступеней, то их оперативно отремонтировали. Сегодня туристы вновь без проблем поднимаются на смотровую площадку. По мнению путешественников, в трезвом уме и здравой памяти нормальный человек такой поступок не совершит. Я считаю, это вообще беспредел высшей степени. Нужно всё-таки беречь такие вещи. Конечно же, это очень некрасиво со стороны водителя Митсубиси. Да, нехорошо так делают. Причём самое непонятное, когда его спрашивают, ну а что двигало-то ванну? Дурь, я вам скажу, двигало. Что? Дурь. Какая неизвестная. Ступени восстановили силами сотрудников управления ЖКХ. По словам власти мущих, работа по реконструкции лестницы будет продолжена и в дальнейшем. Мы должны сделать всё необходимое для того, чтобы вернуть её в тот самый вид, который предшествовал дате этого безобразного происшествия. Во сколько это обойдётся, мы посмотрим, посчитаем. Ну и, видимо, виновник должен будет оплатить все эти работы. Алексей Дудин, Михаил Пименов, Шестой канал.